Новые правила ввоза товаров из зарубежа ударили по китайским интернет-магазинам. С прошлого месяца их обязали платить не только таможенные пошлины, но и налог на потребление. В результате розничные цены заметно выросли и онлайн-ритейлеры стали терять клиентов. О проблемах виртуальных торговцев и реакции чиновников в продолжении выпуска. Для онлайн-продавцов зарубежной одежды и продуктов питания настали непростые времена. Если раньше при импорте товаров им нужно было заплатить лишь таможенные пошлины, то с мая с них стали взимать ещё и налог на потребление. Многие интернет-ритейлеры оказались не готовы к такому повороту событий. Они резко сократили зарубежные закупки. Новых партий товара не привозили уже две недели. В основном распродаём старые запасы. Количество заказов упало больше, чем в половину. Ещё недавно у нас на складе работали 200 человек, причём работали в довольно напряжённом режиме. Сейчас осталось только 70, и они справляются со всеми делами уже к обеду. Вместе с тем беспошлиный порог на зарубежные посылки повысили вдвое. В теории новости хорошие, однако на деле всё оказалось сложнее. В особой зоне таможенного контроля в Дженчжоу, к примеру, лишь 3% ввозимых товаров были освобождены от пошлин. Все остальные выросли в цене за счёт нового налога. Онлайн-ритейлеры не спешат оформлять декларации и предпочитают хранить партии товаров на зарубежных складах. В итоге растут издержки. Зарплата рабочих за рубежом гораздо выше, чем в Китае. Теперь нам приходится куда чаще использовать заграничные склады. Наши собственные в это время простаивают, что не в лучшую сторону отражается и на издержках, и на эффективности. Остаётся лишь надеяться, что ситуация изменится в лучшую сторону. Отраслевые эксперты призывают участников рынка менять бизнес-модели. Не только полагаться на дорожающий импорт, но и подумать об экспорте китайских товаров на внешние рынки. Нам важно осваивать не только импорт, но и экспорт. Трансграничная электронная торговля даёт нам множество возможностей поддержать китайских производителей. Если у нас есть качественные товары, то почему бы не уделить больше внимания их распространению за рубежом при помощи интернета? Между тем, чиновники готовы пойти навстречу обеспеченным интернет-ритейлерам. Налоговые правила пересмотрят, предоставив бизнесу 12-месячный переходный период. За это время, надеются власти, торговцы импортом смогут адаптироваться к новому налогу и не растерять клиентов. Люси, СиСи ТВ